И всем привет, ребят, с вами Сарваник, я сейчас записываю новый ролик, именно с этого момента мы начинаем сегодняшний видеоролик, потому что у меня, как всегда, не получилось сохранить то, чего я хотел сделать вчера, и полноценно пришлось уже делать небольшую вставочку, в которой я всё-таки уже получил 50-й уровень челленджа и получил Диктатор Легаси. К сожалению, я забыл, что у меня оставалась вчера ещё одна заданочка, которую я забрал, и успешно получил этот Диктатор, но ничего страшного, вставочку сделали, и в принципе, уже неплохо. Сегодня вместе с вами мы получили, уже, как вы видите, Диктатор Легаси, впервые за долгое время я выполнил супербыстро челлендж, и это, можно сказать, 3 дня. Сегодня, благодаря компенсациям и тому, что я оставил недельные плюс особые заданочки, у нас получилось за 3 дня получить новый уникальный скин Диктатора Легаси. Сегодня вместе с вами мы его обкатаем, посмотрим, как же жёстко он выглядит, ну и попытаемся его, конечно же, реализовать. То есть, я дам свою оценочку, вы в комментариях сможете написать, что вы думаете по поводу нового скина, а именно Диктатора Легаси. Ну и просто скатаем на какой-нибудь интересной комбинации. Я думаю, что было бы неплохо, например, сегодня обкатать на Дикофрезе, на том самом Дикофрезе, на котором я уже и давно не играл. Ну а сегодня, с точки зрения актуальности и интереса, скатать на Диктатора Легаси с Фрезом, я считаю, что это будет очень и очень неплохо. Поэтому берём наш новополученный Диктатор. Те, ребята, кто уже вдруг его тоже получил, можете написать по этому поводу в комментариях, будет тоже интересно. Ну и вот он, вот он, Диктатор Легаси. Блин, ну круто, круто, круто. Тот самый старый, ещё на обновлённом анимированном чемпионе. Ну вообще, прикольно выглядит, если честно. Вот так вот выглядит Диктатор Легаси. Так, и мы берём, конечно же, Лапкача. По Фрезу у нас, конечно же, подава. Ну и запикиваемся в матчмейкинговую катку. По режиму я даже не знаю, куда нам лучше пикнуть. Поэтому давайте, наверное, пусть быстрый бой решит. Пусть быстрый бой решит, где мы сегодня вместе с вами покатаем. В принципе, мне-то особо разницы большой нету, где катать. Поэтому давайте по быстрому бою пикнем. Ну и надеемся на то, что будет не супер большая карта. На Лавкаче, с дико фрезом. Давно не катали. Будет интересно посмотреть. И это сандал ЦП. В принципе, ЦПшечку я бы и хотел бы скатать. По внешнему виду Диктатора, что я могу сказать. Для меня лично Диктатор Легаси, а именно, ну старый Диктатор, да. Когда я только начинал играть, это был мой первый корпус. М3, на котором я играл. И поэтому, для меня, он выглядит супер круто. Прям супер круто. И даже те ребята, которые вчера на стриме были, говорили, что типа, да, Диктатор Легаси, что-то как-то он ни о чем выглядит. Что-то как-то такое себе. Они просто не играли в эту игру столь долгий период времени. И скорее всего, не играли просто на этом старом Диктаторе Легаси. Да, то есть, грубо говоря, на том вооружении, которое для них сейчас является старым. А для меня это, ну, можно сказать, дефолтный Диктатор, который я в свое время привык видеть. И для меня он выглядит супер сочно. Прям супер сочно. И вот сейчас, вот в этом моменте, когда я вижу Диктатор с Фризом, если еще бы у меня был бы Фриз Легаси. Ух, а если сверху еще Питончика, тот самый Рез, ну, Рез это сейчас, можно говорить, а раньше это была просто краска. Та самая красочка, контентовая. Блин, ну, это будет вообще просто жестко. Так, ну и давайте пробовать выигрывать эту каточку. В принципе, Фриз с подавой должен нам давать здесь прибыль в этой катке. Может быть, конечно, не супер жесткую, но будем стараться наносить подаву по всем, чтобы дроны слетали у типов. Ну и сверху накидывать уронщик. Скорее всего, у нас здесь не будет досрочки в этой катке, но ничего страшного, я в этом не вижу. Поэтому работаем, пробуем уничтожать, пробуем выигрывать. Шафты против тоже имеются. Сразу подавочку наносим по всем типам, чтобы у них слетали дроны, если это бустер, то сразу минус ДДшка улетала. Если это какой-нибудь там ловкачик, то чтоб не трава уехала. Но тут я так смотрю, что большинство играет именно на бустере, либо играют еще ребята на брутах. Ну, бруту я, в принципе, ничего сделать не могу. А вот бустеру ДДшку сбрить, это за милую душу, как говорится. Ну и по точкам тоже надо стараться гонять. Ну, если честно, если честно, я вот сейчас кайфую. Вот прям реально кайфую. Вот я смотрю на этот диктатор, я хоть и не, знаете, человек, который там не любит особо бегать за скинами, там типа говорит, что, о, блин, вот это скинчик крутой, блин, вот этот скинчик я хочу. Не, у меня такого нету, да, то есть нет прям суперактивности ради того, чтобы там получить какой-то скин. Но этот скин, блин, какой же он сочный. Прям реально сочный. И тот, кто говорил мне вчера на стриме, что диктатор Легаси не очень, блин, я полностью не согласен. Прям полностью не согласен. Для меня, как для игрока, повторюсь, который играл в то время и играл на этом диктаторе старом, он выглядит очень жестко, прям очень жестко. Особенно на чемпиончике вообще смотрится прекрасно. Если еще сверху может ветерана одеть, может оно будет выглядеть еще жестче, фиг его знает. Но вот так вот выглядит очень прикольно. Если еще Легаси, как я уже сказал, был бы фриз. Но хотя можно попробовать и там с громом каким-нибудь с рикошетом посмотреть, как оно будет выглядеть. Но для меня, как и для человека, который играл все время на продувах, конечно, хотелось бы, чтобы у нас уже в игре, в скором будущем, появился фриз Легаси. Но пока что его у нас, к сожалению, нет. Так, ну и покатки. Что у нас покатки? У меня 300 очков уже есть. Наших тиммейтов пока что ситуация здесь похуже. И пока что ребяточки особо сильно, ой-ой-ой-ой-ой, особо сильно не хотят, не хотят у нас захватывать точки. У нас постоянно здесь ноги буллет на них. Но мы сдаваться, конечно же, не будем. Куда мы будем сдаваться? Будем стараться сейчас захватывать. Учела ник Олени за мной. Блин, нормальный никнейм. Нормальный такой никнейм. Две оверки прожимают противники. Двух мы быстренько уничтожаем. Ну и сами тоже улетаем на рейспик. Фриз спадавый против, кстати, шафта. Шафта на триплет. Я считаю, что это неплохой контур. Да, то есть можно использовать. Но все равно шафт с триплетом сейчас очень-очень сильный. Я думаю, что в ближайшее время его уже занерфят. Но пока что у всех ребят, которых он есть, есть возможность на нем поиграть по ноге булллет. Ну а фриз спадавый – это, наверное, одно из самых интересных устройств на продувах, с которым можно суперкомфортно отыгрывать и приносить максимальную пользу для своей команды. Для себя я бы не сказал, что супер большая польза, но для команды 100% польза очень и очень хорошая имеется. Так, под критами постараемся хотя бы одного забрать. Благо у меня была возможность раздать этот овердрайв на тиммейт и получить еще дополнительные очки. Ну и пока что я могу все, что сделать в этой катке – это контролить одну точку. Просто контролинг одной точки. Если смотреть с точки зрения того, что я один могу законтролить одну точку, это уже неплохо для такой карты. То есть, если моя команда бы вся упоролась бы в другую точку, то у нас бы уже получилось две и мы бы могли бы как-то держаться на плаву. Но пока что у нас, к сожалению, этого не получается сделать в рамках этого боя. Ну, будем стараться. Будем стараться не сливать здесь досрочно, хотя уже у противников очень хорошие шансы на это есть. Так, давайте попробуем сейчас правую точку захватить. Кантера, купола уже больше нету. Ой, купола, говорю. Овердрайва. Он его уже профукал. Так, и вот этот молодой, кстати, нажимает шарик Тесла с оглушением. Шарик Тесла с оглушением тоже очень неприятная вещь. Но его, благо, можно аккуратненько объезжать и не натыкаться. Опа, вот и моя команда, походу, начинает включаться. Две точечки мы уже на контролинг делаем. Правда, они быстро уезжают. Опа, Викинг прожимает овердрайв. Походу, реально мы будем сейчас камбэкать эту каточку. Центральную точечку нам надо обязательно придержать, не отдать противнику. Так, хорошо, хорошо. Это на бруте, да, молодой человек играет? Так, шахтик есть. Шапта тоже быстренько уничтожаем. Так, ну и... А, Викинг прожимает овердрайв. Ладно. Как я искать, ну и Викинга сейчас быстренько попытаемся забрать. Но, к сожалению, не получилось. 80% овердрайва. Овердрайв, конечно, на диктаторе супер быстро копится. Если его ещё и реализовывать жёстко, может быть, будет ещё лучше. У меня тут по реализации есть, конечно, определённые проблемы. Но всё равно свои очки у нас получается здесь зарабатывать. Даже в рамках такого боя, где мы не держим точки. А это значит, что, в принципе, всё довольно-таки неплохо. Так, Хантер в очередной раз прожимает овердрайв. И уносит нас на респ. Но хотя бы один овер бы ещё бы прожать. Было бы, я думаю, что уже неплохо. Потому что здесь уже очень-очень близка досрочка со стороны противничка. Так, и сейчас мы где-нибудь прожмём овердрайв. Попробуем запушить типов. Давайте вот так вот вожмём. И попробуем сразу набрить, набрить, набрить. Три. Хорошо. И четвёртого ещё успею четвёртого забрать. Четвёртого. Да, четвёртого тоже успел под критами забрать. Неплохо. Можно было, конечно, сместиться под шафта. Но шафт, я думаю, чтобы быстренько старался бы откатываться. А там Харёчек меня особо сильно не видел. Соответственно, у меня возможности его забрать было больше. Так, ну и 30 килов. 700 очков за... Получается, сколько у нас? 8 минут катки. С небольшим, почти 9. Неплохой результат. Но это был бы ещё лучший результат, если бы мы выиграли эту катку. Но, по ходу дела, победа, к сожалению, не сегодня. И наша первая обкатка на Диктатора Легаси будет... Ой-ёй-ёй-ёй-ёй. Будет вот такой вот. Будет вот такой вот нагибатор. Танкерская обкатка нашего Диктатора Легаси. Что я уже падаю в минус на ровном месте. И, по ходу, это всё. Да. Каточка у нас заканчивается. Ну что я могу сказать? Ну что, я рад. Я рад. Я рад видеть в своём гараже вот этот вот замечательный Диктатор Легаси. И ещё поздравляю всех танкистов с днём рождения нашей замечательной игры. Именно сегодня исполняется 13 лет нашей игре. Поэтому вы можете тоже поздравить игру. Сегодня ещё будет возможность получить дополнительные призы с секретной вечеринки. Да, я не знаю, правда, во сколько там открывается эта возможность мини-ивента, в котором можно будет забрать призы. Но, возможно, сегодня мы ещё один видеоролик вместе с вами запишем и обсудим эту ситуацию. Ну а насчёт Диктатора Легаси... Крутяк, крутяк. Пора вводить новые Легаси-пушки. И тогда уже будет это выглядеть ещё более жёстко и ещё более сочнее. Пишите, что вы думаете по поводу нового Диктатора Легаси. Поддерживайте видео с лайком. Подписывайтесь на канал, если вы ещё вдруг не подписаны. Нажимайте на колокольчик, дабы не пропускать новые видеоролики. Ну и также не забывайте про тег создателя контента, который находится в настройках игры в аккаунте. Если мой личный тег, это тег ТМП, устанавливайте его, поддерживайте меня этим. Ну и если вы оформляете покупочки в магазинчике, то обязательно участвуйте в розыгрыше на 1 миллион кристаллов и уже на 30 тысяч танкоинов. Приз у нас уже увеличился. И, как я и говорил, если у нас будет хорошая активность, то количество призов будет потихонечку-потихонечку на розыгрыш увеличиваться. У меня, друзья, на этом всё. Всем спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока.